День добрый, уважаемые коллеги. Приветствую вас из Иркутска. Сегодня моя задача обсудить важную, актуальную проблему коморбидности, связанную с инфекцией COVID-19 и аритмиями сердца. Многие исследования показывают, что частота аритмий заметно возросла в период коронавирусной инфекции. Здесь вы видите одно исследование, где выявлено, что у 16% госпитализированных больных отмечается нарушение ритма. В структуре нарушения ритма доминирует предсердная аритмия, в первую очередь фибрилляция предсердий, и реже встречаются желудочковая аритмия и брадиаритмия. В большинстве случаев у пациентов с аритмией выявляли другие факторы риска, например, гипертония, диабет, сердечную недостаточность или коронарную болезнь. Важно учитывать, что появление нарушения сердечного ритма заметно улучшало прогнозы и ассоциировалось с переводом пациентов в палаты интенсивной терапии, интубации, госпитальной смертности. В брадиаритмии встречались где-то от 4 до 7%, в основном при тяжелых и критических инфекциях COVID-19. В большинстве случаев, вот здесь вы видите, доминируют отревентрикулярные блокады, реже дисфункции синусового узла и имплантации в основном постоянных кардиостимуляторов. Вместе с тем, длительные наблюдения показали, что частота в высокой степени отревентрикулярной блокады и имплантации кардиостимуляторов в пандемию не увеличилась. Это связывает с тем, что выраженный миокардит все-таки встречается редко. Это в основном респираторный, а не кардиотропный вирус. И почти все исследователи отмечают заметно возросшую частоту фибрилляции предсердий в период пандемии. Но вот здесь показано, что почти на треть увеличилось число эпизодов фибрилляции предсердий. К этому способствовали многие факторы. И гиподинамия, и повышенное потребление алкоголя, и стресс связан с потерей работы, увеличением массы тела и так далее. В то же время диагностика фибрилляции предсердий стала меньше. Почему? Потому что было затруднено общение пациентов с врачами, соответственно, выявляемость новых форм была ниже, что, соответственно, отражалось на прогнозе осложнений фибрилляции предсердий, включая эмболии и ишемический инсульт. Так же, как и другие аритмии, появление фибрилляции предсердий у пациентов во время госпитализации заметно ухудшает прогноз, включая смертность. Даже наличие фибрилляции предсердий в анамнезе также негативно влияет на клиническое течение, частоту осложнений, смертность пациентов с COVID-19. Важным негативным фактором, влияющим на многие аритмии, в том числе и фибрилляцию предсердий, является снижение физической активности. Здесь вы видите параллельные изменения снижения физической активности и роста частоты фибрилляции предсердий. Вопрос в том, это повышение частоты аритмии связано именно с коронавирусной инфекцией или это не специфическая реакция на воспалительные инфекционные процессы. Попробовали сравнить инфекцию COVID-19 и грипп, и выяснилось, что принципиальной разницы нет. То есть от увеличения риска фибрилляции предсердий, что при COVID-19, что при гриппе, было примерно одинаковым и больше связано было с неспецифическими факторами воспаления, нежели с какими-то особенностями того или иного вируса. А вот интересно, как повела себя желудочковая аритмия в пандемию. Она стала реже, причем заметно реже после того, как объявили карантин. То есть ограничительные меры, и пациенты вынуждены находиться дома. Исследователи объясняют это тем, что во время карантина пациенты были избавлены от стрессов на работе. Вот здесь вы видите, что частота желудочковой аритмии была довольно высокой. А как только объявили карантин, частота заметно стала снижаться. В то же время частота остановок сердца, как госпитальных, так и негоспитальных, заметно возросла. Считается, что инфекция COVID-19 участвовала по меньшей мере в каждом десятом случае вне госпитальных и в каждом шестом случае госпитальных остановок сердца. Ну, вот здесь вы видите количество вне больничных остановок смерти и смертей во время пандемии у жителей Нью-Йорка. Аналогичные данные были показаны среди жителей Парижа. И это подтверждается объективным регистрацией частотой разрядов имплантируемых кардиовертер-дефибрилляторов в пандемии. Ну, вот в нескольких американских городах при длительном мониторинге этот факт был установлен. Риски внезапной смерти нередко связывают с коррегированным интервалом КУТЭ, и мониторинговые наблюдения показали, что второй и пятый день госпитализации интервал КУТЭ заметно возрастает. И чем выше интервал КУТЭ, тем хуже выживаемость. И весомый вклад в эту проблему внесли лекарственные воздействия. Широко использовались препараты азитромицин и на начальных этапах гидроксихлорохин, которые, как известно, как самостоятельные, особенно в комбинации, заметно увеличивают интервал КУТЭ. Таким образом, можно сделать следующие выводы. Наличие аритмии ухудшает прогноз COVID-19. Частота брадиаритмии, имплантации кардиостимуляторов не изменились во время пандемии. Частота фибрилляции увеличилась. А в то же время, в период карантина, наблюдалось снижение частоты желудочковых аритмий. И в период пандемии COVID-19 возрастло число вне госпитальных и госпитальных остановок сердца. Спасибо за внимание. Основные позиции я постарался изложить в этом сообщении. Субтитры создавал DimaTorzok